Книга открытым оком. Тема Святая Библия. 8 том. Вопрос 2171. Вы все время отсылаете за советом к Библии. Но это же не принято у нас, православных. Зачем это нужно? Мы же можем заблудиться с Библией. Вон сектанты с Библией, насколько осколков разделились. У нас же есть настоящие старцы в Сергиевой Лавре. Поехал, все разузнал. Игнатий Брянчанинов советовал всегда таким православным отцам обращаться, а не к Библии. Вы про это читали? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне почему-то сдается, что вы мало знакомы с указанными авторами аскетических трудов. За 42 года нелицемерного проповедничества и миссионерства мне ни разу ни в одном монастыре еще не встретился даже подобие духоносности. Сплошной обман от этих крестьянкиных, гурьяновых, кириллов, адрианом, фамросиев. Что бы ни сказали, обязательно противоречие Библии. Они слепые вожди слепых. Вот об этом и говорится у Игнатия Брянчанинова, у его тезки, в чем мы с ним согласны полностью. Приношение современному монашеству Игнатия Брянчанинов, том 5, страница 75. Древним послушникам их духоносные наставники возвещали немедленно и прямо волю Божию. Ныне иноки должны сами отыскивать волю Божию в Писании и потому подвергаться частым и продолжительным недоумениям и погрешностям. Антоний Великий не был в послушании у старца, но в начале своем жил отдельно и заимствовал наставления из Писания и от разных отцов и братьев. 2. Оказывая послушание всем отцам и братьям в их приказаниях, не противных закону Божию, но никак не будь послушан на зло, если бы случилось тебе потерпеть за нечеловеку годия и твердость твоей некоторую скорбь. 3. По страстности и слепоте твоей иной страстный и зловредный совет может понравиться единственным по неведению и неопытности твоим или потому, что он угождает какой-либо сокровенный неведомый тому и живущий в тебе страсти. 4. Как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах, советуясь и с Евангелием. 5. Тщеславие и самомнение любят очень учить наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что нанесли ближнему неисцелимую язву нелепым советом, который принимается неопытным новоначальным с безотчетной доверенностью, с плотским и кровяным разгорячением. 6. Им нужен успех, какого бы то ни было качества, этот успех, как бы то ни было его начало. 7. Им нужно принести впечатление на новоначального и нравственно починить его себе. 8. Им нужна похвала человеческая. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозволливыми старцами и учителями. 9. Им нужно питать твое ненасытное тщеславие своей гордынью. 10. Была справедлива молитва пророка всегда, в особенности она справедлива ныне. 11. Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. 11. Ложь говорит каждому своему ближнему. Устальстивы говорят от сердца притворного. 11. Слово ложное и лицемерное не может не быть словом злым и зловредным. 12. Против такого настроения необходимо принять меры осторожности. 12. Изучай Божественное Писание, говорит Симеон Новый Богослов. 13. И Писание Святых Отцов, особенно деятельное, чтобы с учением их, сличив учение поведения твоего учителя и старца, ты мог их видеть. 14. Это учение поведения, как в зеркале, и понимать, согласно с Писанием усвать себе и содержать мысли. 15. Согласны ли? 16. Ложное же и худое познавать и отвергать, чтобы не быть обманутым. 16. Зная, что в наши дни появилось множество обманщиков и лжеучителей, преподобный Симеон жил в X столетии в прождестве Христовом. 17. За девять веков до нашего времени, вот уже когда раздался голос праведников Святой Христовой Церкви, о недостатке истинных духановских руководителей, о множестве лжеучителей. 17. С течением времени более и более оскудевали удовлетворительные наставники монашества. 18. Тогда святые отцы начали более и более предлагать руководство Священным Писанием и Писанием Отеческим. 19. Преподобный Нил Сорский говорит «Немалый подвиг найти непрелестного учителя». 20. Они и наименовали непрелестным того, кто умеет свидетельственное с Божественным Писанием делание и мудрование и стяжал духовное рассуждение. 21. И то сказали святые отцы, что и тогда едва можно было бы найти непрелестного учителя таким предметом. 22. Ныне же, когда они оскудили до крайности, должны искать со всей тщательностью, если даже не найдется, то святые отцы повелели научаться из Божественного Писания, слыша самого Господа говорящего. 23. Иоанна 5.39. Исследуйте Писания, и вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. 24. Римлянам 15.4. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. 25. Преподобный Нил жил в 15 веке. 26. Никто не должен утаивать слова Божие по своему нерадению, но исповедовать свою немощь и вместе не скрывать истины Божией, чтобы не сделаться нам виновным в преступлении заповеди Божией. 27. Не будем утаивать слова Божие, но будем возвещать его. 28. Правильнее же, преподаем не мы, потому что мы не достойны этого, но преподают блаженные святые отцы из Божественного Писания. 29. Вот превосходный образец для современного наставления. 30. Он вполне душеполезен для наставника и наставляемого. 31. Он правильным выражением умеренного преуспевания. 31. Он соединен с отвержением самомнения, безумной наглости и дерзости, в которые впадают подражающие по наружности великому врассонофию и другим знаменосным отцам, не имея благодати отцов. 32. Что было в тех выражениях обильного присутствия в них Святого Духа, то в безрассудных лицемерных подражателях служат выражением обильного невежества, самообольщения, гордости и дерзости. 33. Подумайте, что мы должны воздать ответ за каждое праздное слово. 34. Тем тягостнее ответ за слово Божие, произнесенное с тщеславием и побуждением тщеславия. 35. Псалом 11, 4, 5. 35. Истребит Господь все устальстивые, и язык велеречивый тех, которые говорят языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин. 36. Истребит Господь ищущих славы Своей, а не Божией. Устрашим всю грош за Господней, со страхом Божиим и благоговением к словам Божьим, а не как свои собственные слова будем говорить. 36. 1 Петра 4, 4 глава 10 по 11 стих. 37. Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 38. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. 39. Действующие из себя действуют для тщеславия и приносят из себя и послушающих его в жертву сатане. 40. Действующие из Господа действуют в славу Господа. Совершает свое спасение и спасение ближним к Господу, единым спасителем человеком. 41. Будем страшиться преподания новоначальному какого-либо необдуманного наставления, не основанного на слове Божьем и на духовном разумении Слова Божия. 41. Лучше осознаться в неведении, нежели высказать видение душевредное. 42. Охранимся от великого бедствия превратить легковерного новоначального из раба Божьего в раба человеческого. 43. Чтобы исполнять волю Божию, нужно знать ее. Только при этом познании возможно отвержение своей поврежденной воли и исцеление ее волею Божией. 43. Смиряться подобает по тому превосходному образцу, который представляется нам священным писанием, в молитве трех святых отроков, подвергшиеся в Вавилоне тяжкому испытанию за верность свою Богу. 84. Продолжение следует... 44. Продолжение следует... Продолжение следует...